В день профессионального праздника внутренних войск МВД Республики Беларусь мы проведем дозор в войсковой части 32-14 и разузнаем, как служится тем, кто следит за нашей безопасностью. Пойдем со мной! Военнослужащие внутренних войск несут службу в городах и поселках, конвоируют осужденных, охраняют особо важные объекты. Специалисты саперно-перотехнических подразделений, рискуя жизнью, обезвреживают взрывоопасные предметы. Обнаружить взрывчатку, наркотики или следы преступника помогают верные четвероногие друзья. Где бы ни нес службу военнослужащий внутренних войск, в спецвагоне, в карауле, у пульта управления техническими средствами охраны или в войсковом наряде самое важное – уверенность в своих действиях. Боевой подготовке во внутренних войсках уделяется особое внимание. Основными формами обучения в войсках являются учения, тренировки, стрельбы. Отправимся на занятия к военнослужащим бригады специального назначения внутренних войск. Тактическая подготовка внутренних войск. Тема – разведывательная подготовка, учебные вопросы, преодоление полосы препятствий, также осмотр населенного пункта, обезвреживание и уничтожение ДРГ. Суровая подготовка. По легенде, противник закрепился в населенном пункте. Наша группа должна выдвинуться в населенный пункт, произвести зачистку на уничтожение банформирования. Задача у ребят не из легких, выполнение которых требует силы, стойкости и выносливости. И мне, как новичку, в этом деле без помощи не обойтись. Честно говоря, двигаться в экипировке нелегко, а с автоматом в руке так почти невозможно. А тем более полосу препятствий преодолевать. Без падений не обошлось. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Эх, боец Барби, тренироваться вам еще и тренироваться. А вот мастерством военнослужащих бригады специального назначения внутренних войск можно только восхищаться. Ох, полоса препятствий пройдена. Это было нелегко. Задача по предназначению поставлена четко и ясно. Цель – обезвредить противника. Барби, работай. Есть. А вот итог наших стараний узнаем у Сергея, командира первой группы третьего взвода роты разведки специального назначения. В целом, замечаний никаких не было. Сакцентировать внимание на подаче команды, на взаимосвязь между друг другом. Все молодцы. Барби. Я. На самоподготовке обратить внимание на обращение с оружием. Есть. Общая оценка удовлетворительна. К слову, во внутренних войсках даже есть подразделение, которое обеспечивает задачу по охране белорусской атомной электростанции. Первыми лицом к лицу встречаются с особо опасными преступниками бойцы специального отряда быстрого реагирования. А в военной академии Республики Беларусь есть факультет внутренних войск, где готовят офицерский состав. За последние пять лет во внутренних войсках обновлено более 80% вооружения, военной и специальной техники. Внутренние войска занимают достойное место в системе национальной безопасности страны. Кто может служить во внутренних войсках? Военнослужащие по призыву и военнослужащие контрактной службы. Что нужно иметь для того, чтобы служить здесь? Военнослужащие по призыву должны иметь здоровье и свое желание защищать свою родину. Без желания никуда? Вообще никуда. Давай. А, у вас, наверное, вот так. Поздравляем военнослужащих внутренних войск МВД Республики Беларусь с профессиональным праздником и благодарим за нашу безопасность. А в утреннем дозоре на 360 с вами была я, боец Барби Анастасия Рудская. А в утреннем дозоре на 360 с вами была я, боец Барби Анастасия Рудская.